Богатая коллекция фотографий, антикварные игрушки и архивные документы. В детской картинной галереи открылась выставка Клодты Щербачёвы. Семейные портреты на фоне города. Атмосферу Самары конца 19-го, начала 20-го века здесь создают куклы. Можно увидеть, например, почтальона, фотографа, базарницу. В выставочном зале они как будто оживают. У каждого своё настроение. И кажется, даже есть душа. Это и привлекает, говорят посетители. Автор кукол – дизайнер Ольга Баканова. В год она со своей помощницей успевает изготовить до пяти экземпляров. За количеством не гонится. Главное – качество. Поэтому каждый образ тщательно прорабатывается. Черный гусар – одна из самых выдающихся работ. Квартировали гусар у нас с 10-го по 14-го в Самаре. И в военно-историческом музее есть очень хорошая коллекция, посвященная вот этому периоду. И мы убрали материалы оттуда. Там, значит, можно рассмотреть, насколько точно там всё это было сделано нами. И вот, наверное, самая сложная кукла. Также в экспозиции представлены фотографии и подлинные предметы из семейного архива Щербачёвых, музейных фондов и частных коллекций. Также есть артефакты, которые тесно связаны и с семейством Клоттов. Например, сыном хозяина дома – Борисом. Вот вы здесь видите, даже есть визитка ректора Казанского университета, одного из профессуры, студентов. Есть билет, так называемый пропуск для входа в университет. Несмотря на то, что это маленькая картонка, она как бы несёт в себе именно то, что этим предметом маленьким. Обладав тот человек, кто там написан, держал его в руках, вот какая-то невидимая аура с этим предметом, она присутствует. А вот эти двери долгое время украшали дом присяжного, поверенного Петра Подбельского. Здание было построено по проекту архитектора Александра Щербачёва. А детская картинная галерея только рада подобным вещам. Здесь они прекрасно передают атмосферу того времени. Отдельный выставочный зал – детская комната. Здесь можно увидеть, во что играли малыши в начале прошлого века. Юным посетителям даже разрешается прикоснуться к прекрасному. Взять в руки деревянные антикварные игрушки, которые когда-то развлекали их прадедушек и прабабушек. Организаторы говорят, такой интерактив придумали для того, чтобы школьники прочувствовали связь времён и поколений. Тем, кто приходит к нам, первоклассникам, второклассникам, часто им, что 5 лет, что 125 лет назад – это приблизительно одинаково давно. И поэтому мы пытаемся вот эту историю с какими-то живыми фактами сделать из аймы. Выставка будет работать до 17 марта следующего года. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.